Всем привет, друзья! С вами Коррик, мы находимся в Kingdom and Castle. Давайте же продолжим строительство наших стен. Стены уже начали строиться, причем даже где-то они уже почти достроились. Свободных людей нет, то есть все заняты сейчас строительством, это круто. По Мажорскому району все здорово. Я думаю, что тут сейчас проблем нет. Единственное, что вот какие-то проблемы опять с едой. Тут у нас пожар какой-то горит. Уберу. Уберу этот рынок. Мне кажется, что никакой пользы он нам не приносит. Вообще, друзья, напишите в комментариях, для чего нужен рынок. Насколько я понял, на рынке меняется уголь на еду или еда на уголь. Короче, что-то типа того. Или просто продается уголь и продается еда за деньги. Короче, непонятно. Напишите, пожалуйста, если вы знаете и уверены на 100% для чего нужен рынок, то обязательно напишите мне в комментариях. Так, здесь у нас тоже все неплохо. Вот тут вот, кстати, мы начинали вырубать, да, все это дело. Но тут, по всей видимости, деревья уже выросли заново, да. Вот это все дело опять же надо вырубить. Вырубать, так скажем. Вот. И построить тут, наверное, фермы. Потому что, потому что все-таки мне кажется, что с едой какой-то косяк. Хотя вот тут вот у нас люди счастливы. Все ходят, улыбаются. Вот. Но почему у всех вот такой вот значок хлеба? Ну, это как бы, я думаю, явно значит, что у нас... Ну, возможно, не то, чтобы, знаете, там, типа, нет еды, там, люди из-за этого дохнут и так далее. А просто, как бы, еда у нас не в достатке. То есть, ее хватает, но хватает на ограниченное количество времени. Вот. Хотелось бы, чтобы ее было в достатке. Но я думаю, что, знаете, здесь все-таки в игре надо какой-то соблюдать баланс. Я уже об этом рассказывал, что довольно сложно сделать такой баланс, чтобы у вас было и много людей, и были какие-то люди свободные, да. И в то же время у вас было в достатке пища, в достатке были остальные какие-то ресурсы. На высоком левеле города, да, вот как у меня, я считаю, что у меня город довольно уже крупный, да. Соблюдать все эти пропорции достаточно сложно. То есть, одно дело, когда у вас, допустим, на весь город, там, 10 домов, да. На эти 10 домов у вас, я не знаю, там, 5 ферм. Вот. Стоит одна библиотека. Один, там, не знаю, одна таверна. Одна мельница и так далее, да. То есть, как бы, в принципе, можно какой-то баланс соблюсти. Вот. Правильнее всего, я считаю, начинать играть именно вот в таком порядке. То есть, когда вы строите, допустим, вы знаете, что вам на, там, скажем, 5 домов, да, грубо говоря, надо 3 фермы, там, не знаю, одну библиотеку, там, один костер, чтобы делать уголь, да, и так далее. И в таком темпе вы начинаете строиться. То есть, вы сначала строите 3 дома, потом этот, потом этот, потом возвращаетесь обратно к 3 домам, опять строите 3 дома, опять это, опять это, опять это, опять это. И в итоге у вас в течение всего строительства, то есть, вы постоянно строите, строите, расширяете, расширяете, у вас постоянно будет идти одинаковый прирост ресурсов. То есть, ну и как бы, естественно, у вас будет все больше, 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 да. То есть, у вас будет и больше людей, и больше ресурсов, и вы никогда не будете уходить в минус. Это правильно. Но я начинал играть как первый обзор. Я не ожидал, друзья, что вам Kingdom in Castle так сильно понравится. Поэтому я начал немножко по-другому все это дело снимать. Но думаю, что вполне возможно, что выйдет какое-нибудь крутое обновление, которое много чего изменит. И можно будет начать, например, играть заново, выбрать какую-нибудь прикольную карту. Потому что даже в начале карту я, по сути, не выбирал. Я начал карту ту, которую мне предложили. Она меня, в принципе, устраивает. Три маленьких острова, один остров большой. Это довольно прикольно. Ну и, в общем, так говоря, если так все случится, то можно будет тогда начать уже новую игру и играть уже грамотно. То есть, именно смотреть, сколько нужно еды, допустим, для одного дома. Сколько нужно там... Ну, сколько нужно вообще счастья для одного дома, так скажем. Ну и так далее и тому подобное. И таким образом мы с вами сделаем просто великолепное королевство, которое будет не нуждаться ни в чем. Дракон Водючка сейчас опять сдохнет. Офигеть! Град стрел! Просто очуметь, друзья! Вот это реально был град стрел! Дракон просто улетел, поджав хвост. Так, а стеночки-то у нас еще нигде не построились, да? А нет, вот здесь. Вот здесь уже есть. Вот здесь уже стену возвели. У меня, кстати, уже появился камень, поэтому можно продолжать строительство стен. Мне, в принципе, тут совсем чуть-чуть осталось. Но сделать это надо. Так и вот так. Здесь, я думаю, что стоит тоже, наверное... Или не поднимать. Нет, здесь я, наверное, поднимать не буду. Здесь я оставлю вот как есть. Поднимать ничего не буду. Так. Где стены построились, я думаю, что стоит как-то улучшаться, да? Ставить палисты. Допустим, здесь сделаем вот так вот две стены. Здесь тоже вот так вот две стены сделаем. Здесь одну. Тут у нас что? Тут... Тут, 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 тут. Тут ничего не буду делать. Здесь две. Здесь одну. Одну. Вы, короче, я думаю, поняли, да? По какому принципу я сейчас ставлю здесь башенки, чтобы все было красиво Так, тут у нас получается Одну здесь, одну здесь Здесь две рядом Здесь одну Здесь не одной Здесь вот тоже можно две рядом поставить Здесь одну Здесь две Две И все А вот, теперь на всех вот этих вот возвышенностях, которые я сделал, надо будет втыкать баллисты Вот здесь, например Вот так, вот так Здесь не буду втыкать нигде Вот так вот баллисты ставим Так, сюда 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 Эть Эть Блин, жалко нету там каких-нибудь пушек или чего-нибудь Не знаю, каких-нибудь трибушетов Вот, все Так, все, баллисты мы воткнули Какие-то проблемы у меня с золотом Почему-то их Его мало А, ну да, я же только что втыкал баллисты, поэтому Поэтому его мало так Я думаю, что вот эти два острова обносить стеной я не буду Хотя Я не знаю Если здесь сделать, допустим Как-нибудь Искусственно, да Например, провести Да, кстати Друзья Это, в принципе, как Вариант Сделать искусственную насыпь Вот так вот, да Типа Вокруг острова Это интересно Как вы думаете, ребят Будет ли это интересно Будет ли это вообще круто Если мы сейчас делаем с вами Ну, я думаю, что не сейчас Скорее всего, в следующем выпуске Ребят, значит Вопрос такой Напишите в комментариях Как вы считаете вообще Стоит ли этим заморочиться Сделать Вот такие вот искусственные Почему у меня постоянно куда-то пропадает курсор Вот такие вот искусственные насыпи Допустим Вокруг вот этого острова Как-нибудь вот так вот сделать Естественно, чтобы все это дело было красиво Вот И по периметру все огородить Еще стеной С башнями С баллистами Там, с воротами И так далее Вот И возможно еще сделать Даже вокруг вот этого Острова Вот Чтобы все это было просто Невероятно Защищено Так скажем Напишите в комментариях Будет ли это здорово Будет ли это круто Вот Если Вы это все дело одобрите То можно будет тогда, я думаю, на следующем выпуске Все это дело начать Так Давайте посмотрим, что у нас Вот на вот этом острове Я думаю, что стоит его каким-то образом уже увеличивать Расширять как-то Скорее всего убирать вот эти маленькие домики Ставить вместо них коттеджи Или возможно стоит заняться постройкой коттеджи Именно в самом Да, давайте, наверное, начнем с вами строить коттеджи вот здесь Так, давайте снесем вот тут два дома Поставим на их место коттедж Вот так вот Здесь тоже вот эти дома все посносим Вот эту ферму тоже уберем Вот это все долой И построим здесь еще одну Так, викинги напали Вот так вот еще два коттеджа поставим Посмотрим, где у нас викинги Викинги вонючки Вот они плывут Не вижу пока у них гигантов Скорее всего гигантов у них не будет Они почему-то стартанули в той части Где, откуда я их даже не ждал Так, мне нужна моя армия Набираем воинов Где они будут высаживаться? Здесь Одного тогда сюда Блин, они все, походу, будут высаживаться там, да? Так, друзья, вы тоже давайте сюда идите Не могу, блин, их выбрать почему-то Вот, выбрал Отлично Блин, там уже пожар начинается Где мои воины, блин? Воины Где вас черти носят? Давайте сюда Вот сюда давайте Блин, вонючие викинги сжигают все на своем пути Просто все сжигают Ай-яй-яй-яй-яй Ну ничего Сейчас они у меня отхватят люлей Это по-любому Так, один давай сюда Вот сюда Другой тогда вот сюда Валите вонючих викингов Офигеть, все горит Все горит, все в огне Все в огне, друзья Посмотрите, обалдеть вообще Просто обалдеть Так, надо сделать красивый скриншот всего этого дела Ай-яй-яй-яй-яй Красивый скриншотик делаем Сохраняем Все, по идее все должно быть теперь нормально Викинги уплывают Здесь вот один викинг Все, его зажали, убили Тут тоже почему-то Крабль викинга потоп Не понимаю, почему Видимо Оттуда вот кто-то Вышел, пришел сюда И мы его убили Да, вот здесь вот у нас что-то было А тут что-то сломали Так, хорошо Возвращаем тогда наших воинов обратно куда-нибудь Так, сейчас, друзья, секунду О, все, отлично Возвращаем наших воинов Поставим пока их хоть сюда Где-нибудь, пускай Обитают где-нибудь здесь Чтобы было неподалеку Что у нас с воинами Рыцари у нас делаются Да, но как-то медленно Как-то очень и очень медленно С чем это связано Я не пойму Так, рыцари у нас Три героя Да, больше мы делать не можем Коттеджи делаются Делаются коттеджи Давайте продолжим Увеличивать количество коттеджей Именно непосредственно в самой В самом нашем королевстве То есть не где-то там за пределами За пределами я хочу оставить Маленькие лачушки Вот А внутри уже поставить Именно красивые коттеджи Вот так Так Так, сюда тоже воткнем коттедж Сюда, блин Я не знаю, что воткнуть Можно воткнуть, кстати, колодец Вот, колодец это всегда хорошо Так, все Здесь тоже коттеджи воткнули Да, вот здесь можно воткнуть Два коттеджа Убрать, убрать все это дело Так вот И тоже ставим здесь коттеджи Разворачиваем его, чтобы было красиво Чтобы стоял в нужную сторону, вернее Вот здесь тоже тогда вот это мы все дело убираем Вот так вот И воткнем тоже два коттеджа Так, один Сюда Другой Сюда Так Здесь вот у нас тоже можно, да, сделать Получается два Один здесь убрать Здесь даже можно не коттедж построить А можно построить вот этот вот мейнер Здоровенный Вот Здесь, в принципе, тоже можно поставить Вот эти вот мейнеры Давайте Так и сделаем Вот это все уберем Сделаем здоровенные дома Поставим Два больших дома Вот так Раз И вот этот развернем, чтобы было красиво Вот так Так, вот тут вот тоже тогда давайте коттедж Забабахаем Вот здесь Сделаем коттеджи Вот так И вот так Так, ну все Давайте теперь немножко подождем Пускай Те дома, которые мы начали строить Достроят Вот И потом уже тогда продолжим Строительство дальше Так, здесь мы, в принципе, все возвели Да, баллисты везде поставили Все здорово Все здорово, все круто Друзья, напоминаю вам, что Напишите, пожалуйста, мне в комментариях О том Стоит ли обносить Как минимум Вот этот один остров Стеной На искусственном Фундаменте Интересно очень узнать ваше мнение Так, коттедж достраивается Вот один достроился уже, да Кто-то сдох от голода Как они могут сдыхать от голода Если еды полно Не понимаю, с чем это связано Еды полно Но люди каким-то образом вздыхают Вот кто-то тут от старости дохнет Просто капец Все У меня, кстати, построились по всему периметру Баллисты Обалденно теперь это все смотрится Прям реально, знаете, такой Прям какой-то Я даже не знаю, как его назвать Цитадель какая-то Крепость В которую фиг попадешь Так, я думаю, знаете что Стоит, наверное, вот здесь вот сделать мостик Мне кажется Что он там будет полезен Хотя Они, по-моему, здесь ходят Или может застроить здесь все Сделать тут, получается, все искусственным фундаментом Интересно, кстати Интересно Давайте, наверное, так и сделаем Давайте сделаем тут искусственный фундамент И увеличим, наверное, наш замок Сделаем его еще больше Красивее Вот это мы тогда вот так вот все застроим Прилетел дракон Дракон Как всегда, вонючка Вот он у нас Ну, теперь у меня еще стоят баллисты Которые Которые просто превратят этого дракона в мясо Не знаю, выживет ли он Нет, не выжил Он упал в мой любимый водоем Где мои ребята обычно ловят рыбу Повредил, кстати, башню Немножко, правда, совсем Но повредил Негодяй, бесстыжий Так Застроим тогда вот это место, друзья Вот И будем расширять замок Вот Вот тут, кстати, очень красивый вход Я его почему-то раньше не замечал Вот здесь вот Да, смотрите, такой Подъем Ну, там у меня тоже где-то есть В глубине вход Это, как бы, у меня тут идет стена На самом деле замок у меня Вот, вон он Вот, вот, вот там вот Вот Вокруг него просто стены стоят Поэтому Как бы он так, в принципе Выглядит Высокие стены Я думаю, что все здорово Ладненько, ребят На этом тогда выпуск мы закончим Жду ваших комментариев Всем удачи, господа Не забывайте подписываться на канал Ставить лайк С вами был Корвид Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok